Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Валерий Карбалевич Вадим, вы задали очень трудную задачу Говорить о том, чего нет Говорить о выборах, которых нет Говорить о парламенте, которого нет Говорить о депутатах, которых нет Валентина Леоненко рядом с вами сидит Она как бы есть, но ее как бы нет Формально есть Но в реальности нет Скорее имитации Вот на сайте белорусский партизан Кажется, опубликован уже список Будущих депутатов, причем По каждому округу, за небольшим Исключением Да, собственно, и власть не особо скрывает, что это Имитация Вот Лидия Михайловна Выступая на телеканале ОНТ В прошлое воскресенье заявила, что Оппозиция уже готовится К проигрышу на этих выборах Впереди целый месяц А Лидия Михайловна уже знает, что Оппозиция проиграет Прямо какая-то прорицательница Ванга Это комплименты считаю Да, конечно Я молодец А там смотрите, Валерий Иванович Вы говорите, выборов как бы нет Избирательной кампании нет Но вы при этом за ней очень внимательно следите За каждым словом, которое произносит Лидия Ермошина Вопрос Алексею Дермонтову Вот Валерий Карбалевич охарактеризовал нынешние выборы Как трансцендентальные или трансцендентные Потому что, не знаю, вы как философ как оцениваете? Ну, конечно, не согласен Потому что дело-то не в том, что Можно предсказать результат Там на разных сайтах можно разное прочитать И мнение, и состав Это же ни о чем не говорит А то, что оппозиция Дело-то в том, что рейтинги оппозиции В том числе партии Они крайне низки И вот это уже определенный тренд Который, мне кажется, на этих выборах тоже будет очевиден То есть вопрос в том, что Так называемые оппозиционные кандидаты Собственно, за 20 лет Вот своей такой позиции Не очень конструктивной Так и не убедили общество Что именно они должны возглавить Ту же законодательную у нас Что они что-то реальное предлагают народу К сожалению, этого нет пока Ну и, конечно, не могу не обратиться к Валентине Леоненко Вы все-таки есть или вас все-таки нет? Я фантом Фантом То есть вы соглашаетесь с Валерием Карбалевичем? Это шутка Дело в том, что вот такая оценка деятельности парламента и депутатов Она, в общем-то, предсказуема Особенно со стороны оппозиции Во всех странах оппозиция всегда критикует власть Это их назначение Но что касается в данном случае Я хочу сказать, что Мнение оппозиции и тех, кто сегодня все-таки идет на выборы Состоит в том, что логика понятна Если меня нет во власти Значит, это плохая власть Если меня нет в парламенте Так это значит, что там вообще ищадие ада А депутаты сидят там вообще Черт с рогами сидит И они ничего не делают Только объедают весь народ Поэтому с этой точки зрения, конечно Это позиция, с одной стороны, или невежественная Или это достаточно осознанная Политика дискредитации Высшего государственного законодательного органа власти Позиции заявлены Будем их обсуждать Давайте перейдем к разбору конкретных ситуаций Мы приглашаем в студию Олеся Лагвинца и Алексея Беляева И первый вопрос Олесе Лагвинцу Вы заявлялись кандидатом в депутаты Собирали подписи По Сухарево, насколько я помню И как там у вас складывалась ситуация Напомните, пожалуйста Вы, видать, хотели за меня проголосовать Ведаю Сухарево, ведь все Так все равно не полечить В том-то вся ситуация Я выкористовывал компанию Для того, чтобы показать Что у Лады в Беларуси несправедливые Что соправданные выборы будут только тогда Когда у нас соправданные Будет прозристый процесс Бо все назиральники ОБСЕ Апошные миссии кажут, что у нас несправедливые выборы Нема подлеку голосов У комиссии Кстати, интересно, что они скажут в этот раз Мы это тоже будем обсуждать Вы уверены? Ну, они скажут в те же самые заваги Якие были ранее И это заваги вельми конкретные Нема агуль национального реестру выборцев И это можно сделать не меняющий выборчий кодекс Можно призначать представников Усих кандидатов у участковой комиссии Это не робится По Сухаровской окрузе Я от самого начала веду, что выборов не будет А тут еще больше Мы вылучили 37 представников Про сбор подписов Мы это кто? Уточните Мы, гэта команда Олеси Лагвинца Разом с громадским обеднанием БНФ Адрадженне Подвойное вылучение Улучили с 37-2 Но команда Олеси Лагвинца По законодательству не может выдвигать отдельно Громадзяне могут вылучать Путем сбора подписей Конечно Гэта шляхом сбора подписов Улучили 2-3-7 Просто смешно Изробили это абсурду Уся то, что у нас называется выборами Гэта просто выборчий процесс Олеси, я вот все-таки как избиратель Вы говорите потенциально Ваш избиратель Хочу разобраться Так а зачем вы театр абсурда этот делали? Так показать, что нема выборов Олексей Беляев хочет прокомментировать Показать, что покуль у нас Не расследовали до конца справы Взниклых политиков Покуль есть политвязни Покуль вауладе те самые люди Яке до гэтага верны пристопов У нас нет уже политвязни Не казаю Вы кевско читаете Так То есть санкции с нас сняли За то, что у нас нет политзаключенных Но они у нас оказывается есть Вообще позиция наших кандидатов От всех оппозиционных партий Она достаточно такая интересная С одной стороны Они заранее заявляют Что выборов у нас нет Выборы у нас непрозрачные Нечестные Тем не менее На эти выборы они регулярно ходят Используют их постоянно Правда их никогда никуда не выбирают То есть Если вы считаете Что этих выборов нет Так и не надо тогда на них заявляться По-моему такая должна быть логика у вас Человеческая Мы выкористуем любую махчимость Образумевать с людьми И выдавать доверие И мы их это скористали То есть выборы полезны На самом деле вы знаете Мы проще компания Называем речи своими именами Кстати давайте сразу немножко прервемся Анатолий У нас же есть цифры по активности Довольно активно выдвигаются кандидаты И они уже зарегистрированы по областям И давайте посмотрим партийную принадлежность в том числе Давайте посмотрим Есть у нас графика Данные одни из последних То есть посмотрите Всего зарегистрировано кандидатов депутата 521 человек Ну чуть больше полутысячи А помню что 118 кругов по выборам в палату представителя Это получается чуть менее 5 человек на место Да 4 там Ну если в математических условиях считать Давайте посмотрим второй слайд Он очень любопытен Это называется партийность У нас баллотируются Ну то есть кандидаты От 9 партий То есть это 63,5 процента Такого я по-моему не припомню Чтобы вот такая массированная Шла вот команда Почти две трети это от партийной представителя Да посмотрите То есть есть и левая, есть зеленая Есть коммунисты, есть демократы, есть либералы На первом месте у нас либерально-демократическая партия На втором, если я не ошибаюсь Объединенная гражданская партия идет Партия БНФ третье место занимает Потом коммунистическая партия И белорусская партия левых справедливый мир Ну в общем-то оппозиционные партии Тот же БНФ и УГП То есть заявка наша, допустим, на эти соревнования Назовите их олимпийскими Она достаточно представительна Согласитесь? Нет Почему? Потому что поглядите Республиканская партия труда и справедливости Так? Оцените, кольки людей от этой партии В участковых комиссиях Вельми шмат Но ведь оппозиционные партии тоже активно выдвигают Своих представителей Первое, что яны вылучают Але почитайте, что яны кажут Пропоновали от самого початка Но это зарегистрированные кандидаты Нормальные змены у выборча законодавства Большиня оппозиционных партий Укористаются с компанией Каб людям показать несправедливость улады Улада несправедливая у пытаниях заробков Улада несправедливая у относится Несправедливая власть дает оппозиции Возможность сказать, что она несправедлива Народ дает, записан в Конституции Улада ничего не дает И народ начнет отбирать от улады Попросим, Лидию Ермошно прокомментировать слова Эли Леси Лагвинца Эти цифры, которые мы видели Активность вот такой партийной на этих выборах Ну я могу сказать, что партия у нас вообще всегда активная Около 50% Каждая избирательная компания Это выдвиженцы, которые имеют партийный билет По крайней мере в кармане Почему это происходит? Да потому что у нас, если и существует неравенство на выборах При выдвижении, то это неравенство в пользу партии Партии наделены такими широкими возможностями для выдвижения Что по сути дела затем партийные кандидаты и не ценят свой мандат Показатель этого то, что уже 19 человек На данный момент у нас осталось 509 человек То есть уже не 521 Да, да 19 человек у нас снялось с избирательной кампанией Сами Сами, добровольно Причем все они являются членами партии Там нет ни одного человека, который выдвинут путем сбора подписей Либо трудовыми коллективами Потому что трудовой коллектив Он выдвигает, как правило, ответственность перед кандидатом Он знает, даже если он проиграет, он не может уже пойти против людей, которые открыто глядя ему в глаза, среди которых он работает, в основном выдвинули его Но сбор подписей Это вообще такой трудоемкий процесс сложный Что кандидат, который проходит его, он просто уже не может даже, ну просто, что называется, выбросить эту свою работу выполненную Поэтому партийцы... Лидия Михайловна, ну вот смотрите, раз Олеся Лагвинец меня записал в свои потенциальные избиратели, я выступлю здесь его адвокатом Все-таки вот его случай Он хотел выдвигаться, хотел попасть вот в этот список или 521, или 509, но у него это не получилось Почему? Ну, Вадим, я бы сказала, что вы выступаете адвокатом дьявола, в полном смысле этого слова Я имею в виду избирательного Святая, Святая, Лидия Михайловна Да, да, почему? Потому что так, как себя вел господин Лагвинец в период избирательной кампании Может служить для учебника, для будущих потенциальных кандидатов, как вести себя нельзя в период выборов Что я имею в виду? Постоянно, дерзко, грубо, он нарушал избирательное законодательство в период выдвижения Неоднократно предупреждался избирательной комиссией И затем ему было отказано в регистрации Причем, ощущение, что он делал это намеренно, специально, именно дожидаясь такого результата Кстати, когда господин Горбалевич, меня, выдернув из контекста, сказал, что Ермошина уже заявила, что оппозиция готовится к проигрышу Но ведь я сказала это в связи с тем, что намеренно уже дискредитируется избирательная кампания А для чего это делается? Для того, чтобы показать, мы проиграли, потому что избирательная кампания и Ермошина, в частности, были несправедливы Поэтому никогда не надо ничего выдирать из контекста Каждая фраза следует за другой Ну и Олесь Логвинец готов уже высказаться Пожалуйста У Лада несправедливая, я корыстался выборчай кампанией Кучей за все я обзнялся, я всем, кто за меня подписывался, сказал, что я буду сдыматься, бо выборов нема Я не маю морального права кликать людей на участки, ведаючи, что там одни и те же самые люди Если бы я поставил свою подпись за вас, вы бы меня обманули Я бы вам подлумачил щиро, чему я гэта зроблю, и гэта отлумачила б моя команда Так вот, у Лада не лечит голосы, у Лада робит все, как мы были далей от цивилизованной Европы Зараз пробуем небыто гулять А в уголе сутность состоится та же самая Призначение местовой номенклатуры на синякуру Это значит, люди, которым 55-56 годов, там, ну, 54-55-56, потом зарабляют добрую пенсию У вас будет добрая пенсия с подарками Лавоненко? Я думаю, что так Сколько заработок? То же самое, и я сказал, вот самое конкретное, так? Я сказал Ирине Александровой, какая у Минска гороскопа... Ирина Леоненко, вы какой номенклатуре принадлежали, властной, до того, как стали депутатами? Я шла от трудового коллектива Белорусского государственного технологического университета Доцент кафедры истории Белоруссии политологии Поэтому я хочу сказать, что я не из подворотни прибежала А я работала и по подготовке молодых людей, чтобы дать им возможность размышлять Это гуманитарные циклы Поэтому, когда вы начинаете судить о людях Причем так, с легкостью можно оскорбить, нахамить Вы знаете, это просто у нас за это никто не отвечает Вы считаете, что вам все позволено, потому что для вас власть несправедлива Значит, это дает мне возможность и право вести себя противоправно Поэтому, с этой точки зрения, если вы идете в парламент... Валерий Карбалевич, уже все эксперты готовы высказаться Пожалуйста, Валерий Карбалевич В отношении партии Вот тут много говорили, что много представителей партии, что партии доминируют среди кандидатов депутаты Но обратите внимание, какой итог Сколько партийных фракций у нас в нашем так называемом парламенте? Ноль То есть вы можете выдвигать какие угодно представители партии, но итог заранее предопределен В отношении вот того заявления о том, что оппозиция готовится проиграть выбор Вы представляете, что вот если во время футбольного матча судья выводит на поле две команды И говорит одной команде, вы все равно проиграете Стоит ли вообще начинать игру? То есть вот в любой стране такое заявление... Но оппозиция дает ответ, стоит Она регистрирует своих кандидатов и выдвигает их активно В любой стране заявление председателя Центра избиркома подобного рода вызвало бы грандиозный скандал И этот председатель ушел бы в отставку с огромным скандалом Это хрустальная ваша мечта, моя отставка Да ради бога, она когда-нибудь наступит Но от этого вы же не получите статуса депутатского Не, подчекайте, я уважлива вельми слуха шановного Олеся И не почув неводной становочей конструктивной пропановы У его, по-первых, лозунги, лозунги, ну такого вельми негативного сместа Я удивляюсь, человек сам себе загоняя в гетто Чому я гляжу и удивляюсь Потому что вот такие политики, як вы, не пропонуют никакого конструктивного выстя для всей краины Вы не мыслите себе агульным целым Вы одособились от улады Вы не манипулюете выборчиками Кажете, что я небыто региструюсь, а потом сдымаюсь Вы робите манифестации Не политичные акции, які скерованные на побудову нормальной громадянской супольности А акции, які сведомо идут на порушение закону Вы провокуете Так питание вот им, вы провокатор, те политики Я гонорусь концертом Лявона Вольска, якого несправедливо крыл деть улада Вядомая белорусская музыка, якому не дают гэта дебильная... Ну не плыдайте мастарство и политику Это все ж таки розные рэши Концерт и музыка Гэта не порушение, читайте закон Вы еще не были кандидатом и стали за себя агитировать на этапе сбора подписей Я радуюсь, свобода, верьми правильно сказал Няма выборов, все гэта мишура, все гэта фасад Люди наши бачить гэта За мене шмат, кто подписывался, у вас та подтримка якая И кто сбирается под гэтыми лозунами и слегами, разумеете Я вам, Раю, просто конструктивно знайсти себе позицию Умежных, у наших громадцев, а не спробовать Центральная выборчая комиссия, Лидия Ермошина Это одна из самых либеральных институций у системы державной улады, калеразмова и депра выборчае законодавство Все классификации робятся на узровне местовых уладов Центральная выборчая комиссия только их прикрывает Лидия Ермошина ни при чем получается Лидия Ермошина без слова либерального клана в белорусской власти, я так правильно понял Ей на задачу зарабить уражение, что у нас небыто все добро отбывается А мы же ведаем У нас пошли разногласия между Олесом Лагвинцом и Валерием Карбалевичем Валерий Карбалевич сказал, что во всем виновата Лидия Ермошина Олесь Лагвинец сказал, что она возглавляет либеральную фракцию во власти А во всем виноваты местные власти Алексей Беляев А я бы, знаете, на что хотел обратить внимание Я вот в чем-то согласен здесь с нашими оппозиционными кандидатами Которые говорят, что выборов нет Но я в чем хочу сказать Вот я недавно вернулся из Витебска Пробовал там достаточно долго В Витебске нету видимости избирательной кампании То есть если в Минске я вот как только приехал Я увидел, стоят щиты рекламные Там висят плакаты рекламные тех или иных кандидатов На следующий день я иду, уже часть плакатов сорвана То есть борьба идет Люди друг с другом борются хотя бы таким образом То, например, вот в провинции Просто тишина и покой Ни одной рекламной листовки, ни одного рекламного счета Ни одной акции, которая бы привлекала внимание Вот так политологи критикуют Население как раз немножко по-другому смотрит на эти выборы Понятно, вопрос есть у Андрея Кочуры Информационное агентство и радио «Спутник Беларусь» Алексей, я как раз в продолжении хотел сказать Здесь прозвучала аналогия между двумя футбольными командами Но такое ощущение, что одна команда играть не хочет А вторая за явным преимуществом стоит и наблюдает Это со стороны Вам не кажется, что здесь какой-то вирус обреченности Веет над всем этим диалогом? Потому что очень хорошо уже началась избирательная кампания Конкретно у Олеся Почему такая обреченность? Почему в самом начале кампании уже такие панические ощущения? Это вы мне задаете питание, так? В том числе я так понимаю В том числе Футбола нема, правила нема Правила нема Выборщик кодекс – атовизм Так вы же только что похвалили Иди Юрмоша Сказали, что она самый либеральный человек Ее комиссия в нашей стране Самый либеральный не означает демократичный То есть либерал и демократ – это не одно и то же Вы же сами доброведаете Мы живем в авторитарной краине То есть выборов нет, но каждый раз вы в них пытаетесь принять части Я сказал Ирине Александровой, якая была моей конкуренткой в 2064 году Я говорю, Ирина, с подарением Александровой Я бы вас первый повиншовал, когда бы мы разом стояли на стола И глядели на подлик бюллетенев Гэтага нема Анатолий Завченко хочет успеть задать вопрос Анатолий, ты на кратку Время не совсем мало У нас все выборы делятся на две части То есть 4 года срок И вот тот самый короткий промежуток Когда идет избирательная кампания Я понимаю, что кандидатам, конечно же, проще пообещать Что, а когда они придут к власти Что-то, да, мы будем менять, что-то делать Окей, все хорошо, все понятно А не проще 4 года Чем-то заниматься достаточно емким Полезным Чтобы потом прийти на выборы и сказать Вот смотрите, вот я в этом году сделал это, это, это В этом году сделал, там, допустим, облагородье сквер А в этом мы решили проблему пандуса Там еще что-нибудь Ну, по мелочи, по мелочи Давайте, вроде, собрал Это я ко всем Я как раз хочу к этой ситуации обратиться Видел тут одни теледебаты Когда кандидаты с разными точками зрения Разной партийной принадлежности Обменивались своим взглядом И вот депутат от БНФ Обвинил других депутатов Кандидатов в депутаты, точнее Обвинил в том, что они люди уровня районного масштаба То есть вот они местечково мыслят о том Что вот надо своим Именно избирателям в конкретном округе Помочь провести дорогу Построить там садик, школу А он вот мыслит глобально Треба развивать связи в Беларуси с розными краинами То есть он далек от нужды конкретного Да, нужды простого рядового человека Он считает, что по району не должно быть Алексей Бару, мысль понятна Тема важная, но эту часть должны завершать Анатолий, как реагировала аудитория? Что думают зрители? Аудитория реагировала абсолютно по-разному Мне трудно как бы вывести Одно вот такой вот тренд Один какой-то То есть мнения очень сильно разделяли Всю первую часть Абсолютно на все высказывания Абсолютно всех участников Всех респондентов То есть в зависимости от того, что говорили? Ну не совсем Ну да, да, да То есть есть спор, есть мнение Я вижу вот эту картину А если мы говорим... То есть горячий спор, который в студии Он разделяется и нашей аудитории в целом Посмотрим, как будут складываться Настроение аудитории в следующих частях программы Это такшоу «Дело принципа» на телеканале ОМТ Мы продолжаем обсуждать ход избирательной кампании По выборам в парламент Беларуси У нас проходит телефонное голосование Сегодня мы спрашиваем у вас со своим выбором Вы определяетесь заранее или в день голосования? Телефоны на ваших экранах Пожалуйста, голосуйте Итоги подведем в финале программы Ну а накануне наши корреспонденты Провели опрос на улицах белорусских городов Чем мы руководствуемся при выборе кандидата? Давайте посмотрим, каковы были ответы Посмотрю предвыборные дебаты по телевизору И сделаю выбор Его достоинствами Его программой Все же должно быть красиво Мест работы, где он обучался Какие достижения достиг в жизни Не расходились бы слова с делом Это раз, а второе, чтобы народ стал жить лучше Биографии, которые будут расписаны Мы прочтем и выберем Я же ни у одного кандидата не башу Где они? Я считаю, что человек с более высоким возрастом Обладает большими понятиями Больше, как говорится, уделен жизненным опытом Как правило, по ощущению Смотришь на кандидатов Здесь Потому что программа у них примерно одинаковая у всех Что ж, думаю, этот опрос отражает настроение белорусского общества Ну а мы приглашаем в студию Ольгу Кремскую и Сергея Сверкунова По вашему бэджу, я думаю, поглощенные политикой телезрители Сразу поняли, что вы наблюдатели Вы представляете наблюдательную миссию СНГ Но это такое загадочное понятие для многих Наблюдательная миссия Кто вы, что вы Сколько государств, кого вы представляете Как вы туда попали Я попала, потому что я работаю в исполнительном комитете СНГ На сегодняшний день Наша миссия составляет уже Государство участвует Азербайджанская республика Республика Казахстан Российская федерация Туркменистан Межпарламентская ассаблея СНГ Парламентское собрание Союза Белоруссии и России И сотрудники исполнительного комитета СНГ Ну и где вам уже удалось побывать Если миссия уже начала свою работу В каких регионах Какие ваши выводы? Мне удалось побывать В двух окружных комиссиях города Минска И практически все окружные комиссии города Гомеля И Будда Кошелева И вот здесь у нас была критика такая Что в Минске достаточно активно выборы проходят В регионах активность не столь высока Ваша оценка? Ну я бы так не сказала Потому что как раз я была Допустим вот в Гомеле В Гомельской области Период когда проходила регистрация Кандидатов депутаты По вопросам, которые я хотела Посмотреть, осветить Я была на участках Как готовится участковая избирательная комиссия Вот допустим в Гомеле У них вся информационная рекламная продукция Которая отражает как раз Тематику парламентских выборов Она все сделана в едином стиле Вот это тоже бросилось в глаза А это хорошо, что в едином стиле Наоборот разнообразие Люди сразу Их внимание привлекается А так в едином стиле Стандартно, неинтересно Нет, вы знаете Я бы так не сказала Все-таки это уже определенный Как бы Как логотип Как уже привыкает взгляд Вообще это хорошо Это очень, во-первых, красиво Это информационно И легко Как бы материал Цивилизованно Да, цивилизованно И Сергей Сверкунов Заместитель председателя Белорусского союза журналистов У нас Поправьте, если я неправильно назову При Центральной избирательной комиссии Создан наблюдательный совет Общественный, насколько я понимаю Из представителей СМИ По наблюдению За соблюдением законодательства Норм этики В средствах массовой информации При освещении компании Правильно? Да Чем вы занимаетесь? Что вы следите, мониторите все? Я уже участвую в третьей такой Избирательной кампании В составе совета Самое главное, действительно Когда обращаются кандидаты В депутаты, которые проводят Определенную агитацию И считают, что его Нарушенные права В СМИ В средствах массовой информации Вот он обращается С этим к нам в совет И мы обсуждаем Комиссию И мы обсуждаем И выносим свой вердикт Который утверждает Наш центральный То есть рекомендательный характер Носит решение Да, Лидия Михайловна Кстати, мы ничего не утверждаем Если нужно Потом принять решение Какое-то Правоустанавливающее По решению Наблюдательного совета Мы его принимаем Если наблюдательный совет Ограничивается рассмотрением Решение принимать не надо То мы на основе его решения Принимаем Ну Готовим соответствующий ответ Кстати Вот уже буквально на днях Состоится заседание Наблюдательного совета По жалобе Просто до этого жалоб не было В отношении Честно говоря Публикаций Некоторых публикаций В средствах массовой информации Государственных И вот они будут принимать Это решение Вот я У нас лепатическая связь Валерия Карбалевич Мы же давно знаем друг друга Я вот вижу Он хочет задать вопрос Сергею Сверкунову А не карманная ли у вас там Управляемая полностью Властью собрались журналисты Которая выносит решение В ручном режиме В режиме ручного управления У нас с Валерием Такая же телепатическая связь И я сразу же отвечаю Все таки дух Ванги витает Вот здесь в первой части сказали Да Отвечаю на этот вопрос Так В этом году в состав Нашей комиссии Вошел Представитель Белорусской ассоциации журналистов Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец То есть два союза представлены И Белорусский союз журналистов И Белорусская ассоциация журналистов Да И я надеюсь Что в эту среду Мы его увидим На заседании И уже когда жалобы будут обсуждаться Да И он примет активное участие В обсуждении этой жалобы Ну и вопрос нашим экспертам Насколько важна роль наблюдателя Вот подобных советов Общественного участия В контроле за выборами Валерий Карбалевич Ну вот Очень хорошая иллюстрация Как бы белорусской демократии Да Есть совет И там только один Представитель от БАЖа Все остальные От государственных органов Как так Сергей Сиркунов Общественную организацию Представляет Провластная Провластная А что такое Провластная Валерий Иванович Это значит Что туда входят журналисты Работающие в государственных СМИ Но Сергей Сиркунов В госсми не работает Насколько я понимаю Да Но тут дело в том Что у нас Не только члены союза Являются сотрудниками ГосСМИ У нас к примеру Редактор комсомольской Правды в Беларуси Галина Малишевская Да Она член Член Белорусского союза Журналистов Вы на государственной работе Состоите сейчас Нет Это общественная организация Вы видите Вот Малишевская Бастунец Сиркунов Да Это правда Очень сильная команда Но я о другом Вы знаете Вообще В демократических выборах Главными субъектами выборов Являются кандидаты Являются их команды Политические силы Которые стоят за ними Особенности наших выборов В том Что у нас Главными медиа субъектами Являются Представители власти Представители избирательных комиссий Ну а главная телезвезда Всей компании Это конечно Лидия Михайловна Вот Я думаю Что Лидия Михайловна У нас уже сегодня Не столько человек Сколько бренд Сколько легенда Сколько миф Я думаю Вот она говорила Про учебники Валерий Иванович После этого Вам остается только Лидии Михайловне Подарить букет цветов И пригласить в ресторан Можно я Докончу мысль свою Да Я думаю Что в будущих учебниках По избирательным технологиям Будет целый раздел Посвящен Эпоха Ермошины По Ермошински Да Значит Это действительно Ей обеспечена Слава Но это слава Герострата Анатолий Занкович Хочет задать вопрос Сергей Вот у нас Рынок масс-медиа Достаточно сейчас Сравнялся Я имею ввиду интернет И остальные Традиционные Средства масс-информации Вы мониторите Освещение выборов В интернет-СМИ Ну у нас Нет таких Больших сил Чтобы действительно Проводить серьезные И исследования Однако мы рассматриваем Да какие материалы И даже вот по прошлому году Я помню Мы смотрели Материалы Опубликованные На сайте Советской Белоруссии На портале И несколько Изданий Ну так скажем Негосударственных В интернете Например Наша Нива Мы смотрели Смотрели что там В белорусском партизане И так далее То есть да Это происходит Это тоже на контроле Скажем так Под наблюдением У меня вопрос С нашим экспертом Вот мы очень много Внимания Уделяем Позиции наблюдателей Пароли и выборы Оценим Исходя из того Что заявил Тот или иной наблюдатель Не слишком ли здесь Много внимания Действительно Мы этому уделяем Валерий Карбалевич Высказывался Вот Валентина Леоненко Вы знаете Я думаю Что это конечно Гипертрофированный подход Помнится В советское время Наблюдателей не было Были у нас Избирательные Законодательные органы Которые работали Объединяли страну Консолидировали общество Сегодня Это партийная система Блог коммунистов И беспартий Сегодня у нас Наблюдатели Кого только нет И все И все претензии Вот так Не так надо стоять Не так надо говорить И все что-то Вот не так Наверное Дело Ну я уж Не хочу такими Эпитетами Выражаться Неприличными Но вы знаете Плохому танцору Всегда что-то мешает Танцевать Поэтому давайте Будем начинать С себя Если я Иду на выборы Значит я должна Работать над тем Чтобы так Предложить Такую программу Предложить И так себя вести Чтобы люди Людей объединить И общество Объединить Понятно Алексей Дерман Кто у нас Плохой танцор В этой избирательной кампании И какую роль Наблюдение играет Мне кажется Наверное Те политики Которые занимаются Чем угодно Флагами махают Они пытаются Убедить в конструктиве Общество Но я вернусь К теме Наблюдателей Дело в том Что Ну наблюдение Конечно Это важный элемент Выборного процесса Но дело-то в чем Что Вот Иногда мы видим Что Приезжает миссия Да Наблюдает Вроде никаких Замечаний Но все равно Итоговый отчет Под влиянием Каких-то политических Мотивов Да И вот это плохо Что На Допустим Какие-то миссии Там Которые Вроде бы Не имели Принципиальных Возражений Но Влияние Вот политики Геополитики Вот оно Слишком большое То есть Оценивается Не объективный процесс Не то что Действительно Население там Поддерживает Например Такой курс Или другой А то что Значит Надо это как-то Осудить С точки зрения Уже политических Критериев Вот это уже Не имеет отношения К выборам В Беларуси Параллельно С белорусскими Выборами Избирательная Компания Происходит Сразу В нескольких Странах В том числе В соседней Российской Федерации С нами На связи Сергей Рикида Генеральный директор Информационно-аналитического Центра При Московском Государственном Университете Сергей Здравствуйте Вы нас слышите Я вас слышу Вы слышали Нашу дискуссию Насколько я знаю И в первой В том числе Части Вы внимательно Следите за тем Что происходит В Беларуси Как вы оцениваете Ход этой Избирательной Компании Да Ну я хотел бы Наверное Сосредоточиться На каких-то Общих Различных Моментах В наших Избирательных Компаниях Потому что Ну если говорить С точки зрения Инструментальности Этих избирательных Компаний То тут Изменений Как мне кажется Немного У нас действительно Несколько Заранее Перед выборами Вернулось Голосование По одномандатным Опугам Это в Российской Федерации Да В России Снова смешанная Система Но на мой взгляд Это в принципе Сильно На итоги Выборов Не повлияет Мне кажется Что Самое важное И для Беларуси И для России Что Общего В наших Избирательных Компаниях Это контекст В котором Проходят Эти избирательные Компании А именно Определенная Социально-экономическая Напряженность И Так скажем Нестабильность Внешняя Рост Этой Непредсказуемости Геополитической И особенно В Евросийском Регионе Оно Не может Не накладывать Отпечаток На Наши избирательные Компании И тут Наверное Все-таки Плюсом Является Тот факт Что Довольно Стабильно Развиваются Наши избирательные Компании Я вот Послушал Как вы Верно Заметили Первую Часть Дискуссии И Кстати Объединяет Опять же Наши избирательные Компании Это позиция Нашей оппозиции Прошу прощения За такую Тавтологию Когда говорят Что И выборов Нету И конкуренции Нет Но на мой взгляд Все-таки Переход Избирательной Компании В такую стадию Какой-то Конкурирующего Популистского Шоу Это скорее Минус Чем плюс Особенно В тех условиях Которые я сказал Минусом Действительно На мой взгляд Является Если уж Говорить о минусах Тот факт Что Нам пока По крайней мере В России Не удается Сосредоточить Избирательную Компанию На каких Стратегических Вопросах Модернизации В том числе Экономической Что кстати Удалось Другим нашим Евразийским Партнерам В Казахстане Чуть раньше Где выборы Парламентские Тоже прошли Вот мне кажется Что вот На этом вопросе Можно было бы Сосредоточиться Спасибо Сергею Рекиде Просим оставаться На связи В общем-то Он согласился С Алексеем Дермантом Влияние Геополитики Плюс социально-экономическая Напряженность Определенная И внимание Стратегическим Задачам Но вопрос Хочу Ольге Кремской Еще задать Обычно Миссии СНГ Миссии УБСЕ Занимают Противоположные Позиции По выборам На постсоветском Пространстве Вы как-то Поддерживаете Контакты Из миссии УБСЕ Обмениваетесь Мнениями Может быть у вас Какой-то клуб Наблюдателей есть Может быть тайный клуб Конечно поддерживаем Более того Сейчас вот Недавно была встреча С руководителями С представителями Штабами ИСИ УБСЕ Поэтому это безусловно Поддерживаем Разговариваем Делимся своими мнениями А как вы тогда Оцените Что по итогам Позиции Диаметрально Противоположные Порой Ну у каждого Своё мнение Каждого своя позиция А влияние Геополитики Есть здесь Конечно есть Признает Наблюдатель СНГ Да Диаметрально Конкуренция Ага Вот Ну я про Наблюдателей Значит Сегодня в мире Есть только один Институт Профессионально Наблюдающий За выборами Это ДИПЧ ОБСЕ Там у них есть Свои методики Там есть Свои Курсы подготовки Наблюдателей Там есть Люди Которые Много раз Уже участвуют В наблюдениях И там кстати Участвуют Активно Граждане Из стран СНГ А все остальные Наблюдатели Это любители Вот я вижу Перед собой Человека Она чиновник Исполкома СНГ То есть Она Непрофессиональный Подождите Если чиновник Так это уже не любитель Извините Она чиновник В другой сфере А выборы Это все таки Должен быть институт Профессиональных Наблюдателей Которые получают За это деньги И соответственно Зависит от того Кто эти деньги платит Правильно? Вот я словлю Сейчас Валерия Смотрите Он говорит Деньги И Валерий Иванович Как вы знаете При всем Смотрите Вот вы говорите Должна быть Политическая конкуренция А конкуренция Между политическими Оценками выборов Не должно быть Вот вы странно утверждаете Что есть один орган Для всего мира Причем ОБСЕ Не наблюдает За выбором в США Например Почему? То есть Вы говорите Что должна быть Какая-то монополия А зачем? Лидия Михайловна У нее есть важное Дополнение Давайте дадим слово Лидии Ермошиной Да Я могу сказать Что впервые Более-менее Крупная миссия Наблюдателей ОБСЕ Направится в Штаты Потому что Они подвергаются Давно Серьезной критике С других стран СНГ И прежде всего ОБСЕ Подвергалась За то Что к нам В государства Направляются Большие миссии А в крупные Европейские государства Соединенные Штаты Ездят такие Ритуальные миссии Из двух Из трех человек Которые В принципе Нигде Кроме как у руководства И не бывают Поэтому не могут Считаться наблюдательными Ну и сейчас Я могу сказать Что мы По этому параметру Приблизились К Соединенным Штатам Нам есть чем гордиться 400 будет Наблюдателей В Беларуси И 400 в Соединенных Штатах Вопросы есть У наших журналистов Андрей Кочура Спутник Беларусь Лидия Михайловна У меня такой вопрос Я не первый уже Выбор освещаю И знаю что У наблюдателей БСЕ в частности Когда читаешь Отчет по итогам выборов Всегда есть такие Ну можно сказать Камни преткновения Например там Отсутствие прозрачных урн Или там еще что-нибудь Скажите Как сейчас обстоят дела С такими Подводными камнями Идете ли вы навстречу Их пожелания Как дело с подводными урнами? Какие подводные Во-первых У БСЕ никогда Об этом не пишет Они отмечают Что есть или нет Но если вы Смотрите Телерепортажи С выборов Из других государств Из европейских Вы почти прозрачных ящиков Там не увидите А какие они Скажем так Сколоченные Простые Упрощенные В той же Польше Соседней То наши Просто эталоны Эстетики По сравнению с ними Поэтому Это не является Главное Это прозрачность При подсчете голосов Ящики Да у нас Вот Витебская область Почти полностью Перешла на прозрачные ящики Местные власти Профинансировали Этот проект Там где они Профинансируют В других местах Там они появятся Нет вопросов Валентина Леоненко Смотрите Вот Лидия Михайловна Говорит о том Что мы Приблизились По показателям Наблюдения К Соединенным Штатам Хотя их все время Подвергали критике Вот как вы ожидаете Как политик Уже опытный депутат И политолог Оценка наблюдателей На этих выборах Будет отличаться От предыдущих Если будет То незначительно Я думаю Что Все равно Останется Вот этот Содержательный момент Когда ОБСЕ Или Дипчо-БСЕ Будет выступать В роли наставника Который Должен получать Ну таких Недоучек Которые не знают Что такое И подсчет голосов Как проводить Компанию То есть Ментор с китом Конечно То есть Мы всегда будем Таким Объектом Для того Чтобы там Набивали руку Лексику Понятно Позиции не так много времени Ожидания Валерия Карабалевича Будут отличаться Оценки от предыдущих выборов Поскольку Выборы белорусские Не отличаются От предыдущих Я думаю Что и оценки Тоже не будут Отличаться От предыдущих Будут те самые Претензии Первое Оппозицию Не допустили В избирательные комиссии Второе Досрочное голосование 30% Третье Отсутствие Прозрачности Подсчета голосов Когда-то Каждый член комиссии Тайком считает Потом записочку Передает Председателю комиссии Он уходит В другую комнату Потом приходит И объявляет Это выбор Я наблюдал Это при вас Сделалось Конечно Это все Наблюдатели Вы знаете Это просто поразительно Как можно говорить О том И ожидания Алексея Дермонта Ваши По оценкам Наблюдательных миссий Я думаю Что кардинально Оценкой Отличаться не будет Но другой вопрос Что Это же часть Большого политического диалога Беларуси Там с той же Европой Поэтому Скажем В этом диалоге Этот аргумент Не будет звучать Слишком сильно То есть потому что Скажем так Меняется Общая оценка Беларуси Как успешного государства И хочу успеть Еще Сергея Рикиды Спросить Буквально В телеграфном Телетайпном стиле Ваша оценка Насколько нужно Придавать значение Вот мнению наблюдателей Зарубежных наблюдателей При оценке выборов Пожалуйста Совсем кратко Если можно Да Ну я рискну опять Попасть под град критики Страны оппозиции Но на мой взгляд Сам институт Международных наблюдателей Он важен и нужен Но проблема в том Что Он может сейчас Испытывать кризис Потому что За последнее время Все больше и больше Примеров Когда этот институт Не оправдывает себя И совсем уж Очевидно Его геополитическая Престраственность Опять геополитика Понятна Позиция Сергея Рикиды И Анатолий Занкович Реакция зала На дискуссию Все-таки они нужны Я имею ввиду наблюдателей Примерно такой тренд У нас соблюдался Во второй части 70-80% Аудитории нашей Стойко говорили Что нужны наблюдатели И это подтверждали Своим Голосованием Это так шоу Дело принципа На телеканале ОМТ Мы продолжаем Бурно обсуждать Код избирательной кампании По выборам в парламент В Беларусь У нас проходит Телефонное голосование И сегодня мы спрашиваем У вас со своим выбором Вы определяетесь заранее Или уже непосредственно На избирательном участке В день голосования Телефоны на ваших экранах Пожалуйста Голосуйте Итоги подведем Совсем скоро Ну а накануне Мы провели Традиционный опрос На улицах белорусских городов Депутат Или кандидат Из какой сферы Вызывает Наибольшее доверие Избирателей Давайте посмотрим Каковы были ответы То человек Который занимается Ремонтом И строительством Продвигает Эту сферу У нас в Минске Это вызывает У меня доверие Безусловно Ну для меня Это человек Который реально В своей жизни Вкалывал Нормально вкалывал Это человек Который реально Пережил И понимает Простого работящего Человека Конечно бы хотелось Вот я как бы Сама медик По образованию Ну может быть Что-то из Этой сферы Или хотя бы Из сферы образования Я сам строитель Ну что в строительстве Был Там больше Юристы нужны Чем просто сидеть И мало что Разбираясь Что-то делать Занимался Во власти Какое-то место Чтоб человек Уже знал Чем он будет заниматься Какие у него Задачи Перед ним стоят Они все одинаковые Все только хотят Что-то Для себя Разумный депутат Скажем так Профессии Значения не имеет Таковые ответы Как раз О портрете Будущего Народного избранника Мы будем говорить Сейчас И приглашаем В студию Сергея Хильмана И Владимира Хлябича Вы как раз Возглавляете Территориальной Избирательной комиссии Сергей Хильман Минскую городскую Владимир Хлябич Гродненскую Областную Вот Ваша оценка Исходя из того Какие кандидаты Уже зарегистрированы Какой портрет Кандидата Кто проявил Политические амбиции Ну если говорить О городе Минске То активность Политических партий Налицо В столице За счет этого И количество В среднем На округах В городе Минске Шесть человек В отличии От четырех Которые были В 2012 году И которых В округах До восьми Кандидатов Сегодня ведут Предвыборную борьбу И больше всего Кандидатов по Минску По-моему зарегистрировано Да Зарегистрировано Окружными комиссиями Зарегистрировано 117 кандидатов В депутаты А кругов 20 20 кругов Да И Ну К сожалению Уже есть случаи Когда Зарегистрированы Кандидаты В депутаты Отказывают От введения Предвыборной борьбы А вот Олеся Лагвинец Так заявил Что идут Номенклатурщики В возрасте 54-60 лет Чтобы обеспечить Себе пенсию Ну Олеся Лагвинца Городская комиссия Дважды рассматривала Жалобу Его поведение Вообще Непонятно Особенно Когда В присутствии Наблюдателей В присутствии Журналистов Он Говорит Председателю Окружной комиссии Заткнитесь Не будем Заочно обсуждать Уже этот случай У нас был В первой части Но вот этот портрет Что возрастные люди Номенклатурщики Ну Если касаясь Активности Политических партий То Общая политическая партия Которая выдвигала Олеся Лагвинца Практически Окружными комиссиями Его коллеги По партии Все зарегистрированы Не дает вам спокоя Олеся Лагвинец Хорошо А по Гродничине Какой портрет Зарегистрированного кандидата Гродничина Наверное Как и вся Республика Беларусь Представляет Точно такой же Средств Как и город Минск В этом В этих парламентских Выборах Наполняемость Наших округов Достаточно высока Могу сказать Что От 7 до 2 Человек До 2 Кандидатов Депутаты Зарегистрированы По 13 Избирательным округам 4 5 6 7 То есть Достаточно Большое представительство Везде выборы Альтернативные Выборы Безусловно Альтернативные И говорить о том Что Идут номенклатурщики Наверное Не имеет никаких Оснований Потому что 2 трети Кандидатов Депутаты Это представители Политических партий Которые Выдвигались Политическими Партиями Ну и Если по возрастному Принципу Говорить Не 54 И не 55 Сейчас проверим Слова Наших председателей Территориальных Избирательных Комиссий Анатолий У нас есть статистика У нас есть Среднестатистический Портрет Кандидатов Депутаты Обратите внимание На графику Мы Говорим о том Что 509 У нас Кандидатов Зарегистрировано По последним Данам По самым Последним Данам На сегодняшний день То есть Старше 30 лет 90 процентов Но 10 процентов Это молодежь Обратите внимание Что мужчин Идет на выборы 75 процентов Женщины Составляют Четверть То есть Три четверти Это мужчины Да И женщины Это четверть Как-то так вот Поделили Но Самый любопытный Слайд Это сфера Действенности Которую представляют Наши кандидаты В депутаты Вот обратите внимание Что государственные органы Так называемые С вашего позволения Номенклатурщики Составляют 10 процентов Ну допустим Да Вертикальщики У нас Больше всего Иные сферы деятельности Там видимо Большой разброс Поэтому Давайте следующее Посмотрим Потом у нас 18 процентов Представляют соцсферу Это образование Культура Наука Здравоохранение Далее идет Промышленность Транспорт Строительство 17 процентов Ну и далее По нисходящей То есть Государственные органы 10 процентов Вот отмечу Мы в начале части Видели опрос И люди говорили О том что хотели Видеть соцсферу Промышленность Строителей Толковых людей Как раз эти люди Идут на выборы Я попрошу прокомментировать Эти цифры Наших экспертов В основном Идут мужчины Женщины Не так активны И вот разброс По сферам деятельности Валерий Кирбалевич готов Ну вот И эти цифры И особенно Вот те Комментарии Которые прозвучали На этом клипе Они говорят о том Насколько у нас Неразвита Политическая система Насколько отсутствует Публичная политика Понимаете Во всем мире Депутат Это прежде всего Политик Ибо Четыре года В парламенте Он будет принимать Политические решения По всем сферам И внешняя политика И внутренняя И социальная И так дальше У нас Избиратели Этого не понимают Потому что Понятно что Нет нормальных выборов Нет нормального Политического процесса И поэтому обсуждают Кто должен быть Юристом Экономистом Медиком Или строителем Ну это вообще Не политический подход Это не политический взгляд Это Дремучесть Политического Политического сознания Белорусского общества Валерий Иванович Ну нет у нас Для вас Других избирателей Понимаете Ну что ты сделаешь Была бы другая Политическая система Была бы публичная политика Были бы избиратели Поскольку нет выборов Нет избирателей Что тут удивляться Валерий Для вас отдельно Политическую систему И выборы не придумаешь Для народа Во всем мире Ну это ваше мнение Вы сейчас высказывали Дело в том Что политическая система У нас Вернее избирательная система Мажоритарная И люди голосуют За конкретную личность Поэтому Когда сегодня Вот мы видели опрос Люди уже представляют себе Ценностные ориентации На кого он будет ориентироваться За какого депутата голосовать Еще в обличии может быть и нет Не ясно Но у него есть то представление Чего бы он хотел увидеть От депутата Как личность Как профессиональная деятельность Его моральное качество Вот это и рисуется образ И человек уже заранее знает За кого он пойдет голосовать Кого бы он там хотел видеть Ну посмотрим заранее Или на участке Как проголосуют наши телезрители Другой вопрос Любая избирательная компания Организуется И кандидаты в депутаты Ходят Агитируют Для тех Кто не определился Это вот это болото Которое не знает За кого пойти И именно Избирательная компания Направлена И агитация Направлена за то Чтобы их привлечь На свою сторону Поэтому не надо Напомнить Что болото Это не оскорбление А это термин С времен французской революции Теперь Что касается возраста Вы знаете Я по роду своей деятельности Я член комиссии По международным делам И мне приходилось Встречаться С нашими Зарубежными коллегами Там есть депутаты Которые по 40 лет В парламенте Людям по 80 лет Там 70-80 лет Это нормально А вот другой пример В Австрии Министр иностранных дел Когда его назначили Еще не закончил вуз Так вот В данном случае Это всего лишь Свои личные прерогативы Кто должен быть Молодежь Вот там палатка стариков Палатка пенсионеров Ну хорошо Давайте организуем Пионеров Под барабанный бой С речевками И пойдут в парламент Зато мы будем Самая молодая Демократия Самая молодая у нас Но ведь Речь идет о том Насколько Дееспособным Должен быть парламент Насколько он Сможет Принимать законы Которые будут Давать людям Возможность развиваться Вот мало молодежи Здесь прозвучало Всего 10% Как вы оцениваете Эту цифру? Ну мне кажется Что вообще Не надо мерить Вот сколько женщин Молодежи То есть это Изнутри и снизу Все вырастает А какие-то Спускать цифры Как вот кстати В какой-нибудь Западной Европе Не скажите Женщин надо мерить Это требование ООН Но всего четверть получается Это маловато Маловато 30% нужно А что женщины И так активны В парламенте И будет ровно столько Сколько определит президент Не волнуйтесь Ну я про другое Хотел сказать Все в порядке Я честно говоря Валерий Карбалевич Верит в мудрость Белорусского президента Прошу это отметить Я удивился Когда Валерий сказал Что должен существовать Какой-то класс Профессиональных политиков Для меня это Первый шаг К образованию Набинклатуры Которая от народа Оторвалась И на него плюет Посмотрите Что происходит В Евросоюзе Почему протестуют Против евробюрократии Не загнивает Нет не загнивает Вы не переводите стрелки Почему протестное движение Почему выходят страны Из Евросоюза Потому что Вот эти профессиональные политики Их уже не слышат А давайте спросим Украины С нами на связи Известный украинский политолог Руслан Бортник Руслан здравствуйте Привет Игорь Вот у нас зашел спор такой У нас на выборы идут Да В этом году больше партийцев Но представители Практической сферы деятельности Социальной Строительства И так далее В Украине сформировался Класс профессиональных политиков Удовлетворяет ли это избирателей Удовлетворяет ли избирателей Нынешний состав Верховной Рады Украины Вы знаете Судя по ситуации в Украине Класс политиков есть А класс профессиональных Наверное пока что отсутствует Я тоже Вы знаете Сторонник С той точки зрения Что не стоит Загонять себя В какие-то условности В какие-то условные рамки Знаете Где самое большое количество Женщин в парламенте В какой стране мира В Руанде 68% Но это не означает Что Руанда Богатая Просветающая Демократическая страна Там может быть Это после геноцида Когда мужчин Всех вырезали В 1994 году Нет Это просто Знаете Такая себе Театральная игра Определенная политическая Стороны Руандийского руководства Не более того Поэтому Не стоит себя Загонять в условности В Украине Очень много молодежи В парламенте Но к сожалению Эффективность Этого парламента Очень тоже низкая Сегодня у нас В разгаре Парламентский кризис Парламент не работает Уже три месяца Неизвестно Когда заработает Поэтому Необходимо Что в парламент Прежде всего Приходили профессионалы Люди Которые понимают Что такое законотворчество Люди Профессиональные юристы Профессиональные политики Люди Которые имеют Главное Что социальную поддержку Потому что Их задача Представлять интересы Народа У парламента Обеспечивать связь Общество и государство Без этой связи Вижу на ваши слова Наши эксперты Активно реагируют Валерий Карбалевич У вас вопросы Или вы чем-то согласны Нет Я согласен Что должны быть Профессиональные политики Да Валентина Леоненко Скажите Вот Всюду можно слышать В средствах массовой информации От нашей отечественной оппозиции Что в данном случае Вот посмотрите на Украину Там такая демократия Там может Так скажем Любой человек Может выдвигаться И избираться нормально Скажите Как у вас решен вопрос Компартии Украины Почему им чинится препятствие Для того чтобы Пойти зарегистрироваться Участвовать в избирательном процессе Вы знаете Сколько у нас было Кандидатов На последнем Кандидатов по округам На последних Довыборах парламентских В среднем 54 В некоторых округах Было более 100 Кандидатов На должность Депутатов парламента При этом борьбы реальной При этом реальной борьбы не было При этом всегда есть Два-три фаворита Между которыми Разворачивается Это противостояние При этом Часть политических сил Особенно левого спектра Да и правого спектра Радикального Уже очень радикального Правого спектра Или запрещены Или находятся Под очень серьезным Административным Властным давлением Фактически связаны По рукам и ногам Это к тому Что не всегда Количество Кандидатов Присутствие Женщины Или молодежи Является признаком Демократии Часто это просто Элемент игры Элемент Вдовлетворения Чьих-то личных амбиций Вот не могу не спросить У Валерия Кавалевича Так вот такая модель Нам подходит Нам подходит Демократическая модель Где народ Действительно Может избирать Своих депутатов В Украине Я думаю Что выборы Действительно Демократические То есть вы За запрет Компартии Выступаете Подождите Подождите При чем тут За запрет Если украинская модель Для нас подходит Подождите Украинская модель Она интересна тем Что там Первая В избирательных комиссиях Есть представители Всех политических сил Второе Там считают голоса Причем считают Коммунистов По моему нету Там особо И оппозиционный блок Тоже не везде представлен И парламент Три месяца не работает Да Хорошо Есть вопросы У наших журналистов Дмитрий Сайчук Агентство Минск Новости Мы забываем Об одном Это наш избиратель Вот Есть же белорусский избиратель Который голосует Своим сердцем Я сам ходил на Сбор подписей Видел Они подходят К каждому Кандидату Они не обходят Ни провластного Ни независимого Ни оппозиционного Вот Даже на Комаровке Подошел Поинтересовался у одного У второго У третьего Потом Даже когда была Запрещена агитация Они спрашивали Дайте нам программу Дайте программу Мы хотим Нет Подойдите потом Хорошо Потом подойдем Определимся Хорошо Я поставлю подпись И за вас И за вас Ведь сам избиратель Он уже Своей подписью Он уже голосует И он Интересуется Этими выборами И вот Сколько я наблюдал Наши Хотят голосовать Хотят выборов И разве это не выбор уже Вот активность Избирателей При сборе подписи На этом Предварительном этапе Как оценивают Руководители Территориальных Избирательных комиссий Активность Самих избирателей Если говорить О столице То активность Очень высокая И на сегодняшний день Мы видим Это Те Выдвигаемые Кандидаты Которые зарегистрировали Свои инициативные Группы Они Серьезно Нацелены На результат Они серьезно Нацелены На победу И Это все Обуславливается Сегодняшней Непосредственно Агитационной Компании Все это Подтверждается Там где шел Активно Процесс сбора Подписей Кандидат Зарегистрирован Сейчас он Активно ведет Свою избирательную А вот я так понял Был небольшой упрек В вопросе Дмитрия Сычука Если я не прав Он меня поправит Что сами кандидаты Не всегда были готовы К такой активности Разъяснить свою программу Предоставить агитационный материал Так у них нет Превыборной программы На тот момент То есть они не могли Они могут только Представить биографические данные А как я тогда Как избиратель Должен был поставить Подписи Если я не знаю За кого я собственно Подписываюсь Вас могут ознакомить С портретом Биографическими данными Другими материалами Показать Рассказать Про этого человека В личном общении Члены инициативной группы Но какой-то Агитационный материал Рекламного характера Призывающий голосовать За того или иного За которого еще Только собирают Подписи Право Избирательным кодексом Не представляют А уже после 11 числа Когда начинается Процесс агитации И пропаганды Тогда уже можно Активно знакомиться С этой программой Вообще любая Печатная продукция Раздаваемая Выдвигаемым кандидатам При сборе подписей Это запрещено Закону Хочу спросить У нашего украинского Коллеги Аналитика Руслана Бортника Как вы оцениваете Активность избирателей На украинских выборах Особенно После Постмайдановский период Мы видим Уже несколько выборов Прошло Растет эта активность Падает И от чего это зависит Сегодня я считаю Что это ключевой вопрос Для украинской Политической жизни Потому что Несмотря на то Что активность Политиков Как бы растет Активность избирателя Падает Очевидные признаки Такой Политической Фрустрации Политической Отчужденности Избирателя От политической системы Потому что На последних выборах Средняя явка Избирателя В районе 40% Хотя еще 2-3 года И раньше Она была 60-70% Люди глубоко Разочарованы Всеми политиками От крайне правых До крайне левых Люди все меньше И меньше Принимают За участие В активной Политической жизни Даже в разговорах Социальных Несмотря на Глубочайшую Политизацию Украинского общества Политика становится Знаете Такой как бы Не то что Неудобной темой Не популярной Даже стыдно Стыдно становится Говорить Эта тема Как бы Как здоровье Или как вес Спасибо Руслану Борникому Нашему эксперту из Украины Время поджимает Анатолий Есть вопрос Вопрос к нашим председателям Комиссии К центральной К Минской Городской К областной Скажите пожалуйста Вот на протяжении Не этих выборов А вот вообще выборов В парламент То есть мы Следим за динамикой Каков он наш кандидат Я не имею ввиду Возраст Род занятий Он по характеру Какой Он становится более агрессивным Дерзким Либо наоборот Он более спокойным Что изменилось Какой человек Два председателя комиссии Минско-городской И Гродинско-областной Ну В частности Мы обратили внимание Что сравнивая 2012 год 2016 год Окружные Избирательные комиссии В городе Минске Зарегистрировали Вернее Отказали В три раза меньше Выдвигаемым кандидатам В регистрацию То есть отказов стало меньше Это говорит о чем Мы Это связываем с тем Мы это связываем с тем Что действительно Граждане Которые изъявили желание Поучаствовать в этой выборной гонке Более ответственно подошли Более грамотно Непосредственно Да К сбору подписей Заполнению своих деклараций Ну и предоставлению других Спасибо И оценка Владимира Хлябича Да Действительно Качество подготовки документов Которые сдавались В окружной комиссии Стало выше Но тем не менее Недостатки И имели место быть Поэтому По Гродненской области Были отказы в регистрации И я ничего страшного В этом не вижу Если мы сегодня говорим О потенциальном Нашем кандидате В депутате Каков он То я вижу Что это Достаточно активный человек С активной жизненной позицией С жизненным опытом Со своими взглядами Который видит Те недостатки На сегодняшний момент Которые существуют В нашем обществе И идет в парламент С видением того Как он их собирается Я хочу чтобы мы успели Предоставить 30 секунд Нашим четырем экспертам Начнем с Валерия Карбалевича Я хочу чтобы Белорусское общество Поняло Что пока в Беларусь Не вернутся Свободные демократические выборы Страна будет и дальше Погружаться в застой Страна будет деградировать И уровень благосостояния Населения будет падать Алексей Дерман Те кто себя представляет Профессиональным политиком Я все таки хотел бы Чтобы они подходили К своему участию В выборах И вообще В жизни общества Более ответственно То есть Чтобы во первых Исполняли закон И во вторых Предлагали конструктивную программу Которая может быть реализована И поддержана Нашим обществом И Валентина Леоненко Несмотря на то Что все таки Деятельность парламента Подвергается Определенной дискредитации Страна оппозиции Я хотела бы сказать Нашим гражданам Что у нас в стране Нет другого Высшего органа Законодательного И представительного Чем парламент И поэтому Приходите на выборы Заявляйте О своих Интересах И ваши Кандидаты Которые будут Избраны Депутатами Они будут Представлять Время, время Лидия Мошина Уважаемые избиратели Наши кандидаты Достойные люди Я уверена Что вы сможете Выбрать человека Который вам Будет по душе Избирательные комиссии Сделают все Чтобы вам было Удобно Комфортно Голосовать на этих выборов И чтобы ваши голоса Считали честно Спасибо нашим экспертам Анатолий Что думала аудитория Рейтинг голосования Я тоже голосовала Мы тоже считали Мне очень импонирует Например Что на протяжении Абсолютно всей программы У нас были Абсолютно полярные мнения То есть студия Фактически выражала Своё мнение Ну вот 50 на 50 Ну что-то поддерживала Что-то отрицала Но по большому счёту У нас были Так называемые Такие мини Условные выборы И ну Тренд который набрал Больше всего Процентов голосов За Люди выбирают Всё-таки личность Голосуют за личность Интерес к политике Растёт Завершается Наше телефонное голосование Сегодня мы спрашивали У вас Когда вы делаете Свой выбор Заранее Или уже непосредственно В день голосования Итоги на ваших экранах Спасибо за вашу активность Нам действительно Важно мнение каждого Вы знаете Сегодня в программе Мне понравилась атмосфера Острая Дискуссионная Не обходя никаких Острых углов Не обходя никаких тем Наверное Такой и должна быть Избирательная Компания Ну а наша с вами Задача Задача избирателей Сделать свой выбор И сделать его ответственно Это ток-шоу Дело принципов Встречаемся По понедельникам На телеканале ОНТ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому